Евангелие от Иоанна, 17 глава. Текст 15. Не молю, чтобы ты взял их из мира, но чтобы сохранил их от зла. Разговор Иисуса Христа со Своим Отцом, который заложен в этой 17 главе, по-другому еще назван первосвященнической молитвой или заступнической молитвой за Своих учеников и последователей Иисуса Христа. Любая молитва, она является разговором, но не любой разговор является молитвой. Здесь как раз совместилось и то, и другое. Это был разговор в виде молитвы, молитвы-просьбы. Знаете, в 11 главе Евангелия от Иоанна, 41-42 текста, Иисус говорит, «Отче, я благодарю Тебя, что Ты услышал Меня. И я знал, что Ты всегда услышишь Меня». Друзья, кто имеет право так сказать? Может ли человек так сказать? Имеет ли право человек сказать или дойти до такого уровня жизни духовной своей, что он может так сказать, «Отче, я благодарю Тебя, что Ты услышал Меня, и я знал, что Ты всегда услышишь Меня». Две страницы перевернуть. В этом же Евангелии Иисус говорит, причина, почему Отец Его всегда слышит. В 29 тексте 8 главы Он говорит, «Ибо Я делаю то, что Ему угодно». Ибо Я делаю то, что Ему угодно. Знать то, что Богу угодно, то, что Его волей является, то, что Богу нравится. И это очень четко понял человек слепой от рождения. Никогда не видев родителей, ни этот мир, ни прекрасного Божьего творения своими глазами, он нечто понимал. То, что не понимали люди с глазами. Одну страницу переворачиваем этого Евангелия. 31 текст 9 главы говорит следующее. «Но мы знаем». Вот это знание, понимание, оно сокрыто глубоко в сердце. Мы знаем, что грешников Бог не слушает. Но кто чтит Бога и творит волю Его, того слушает. Вот два условия. В каком случае Бог слышит молитву грешника? Когда этот грешник идет к нему с просьбой о прощении, о покаянии? В этом случае Бог слышит молитву любого грешника. И после того, как этот грешник становится чистым, и у него завязываются отношения, родственность с его Отцом на небесах, и он начинает почитать его, он начинает творить его волю, у него тогда есть дерзновение сказать так, как сказал Иисус. «Отче, я благодарю Тебя за то, что Ты услышал меня, и я знал, и знаю, что Ты всегда услышишь меня». Почему? Потому что я чту Тебя, почитаю Тебя, уважаю Тебя, люблю Тебя, творю волю Твою, послушен Тебе. И это является залогом, друзья, того, чтобы молитва Твоя или моя была услышана Отцом на небесах. Текст 15, который мы прочитали, это только часть, выдержка или абзац маленький из этой просьбы Иисуса или разговора с Его с Отцом. В 11 стихе этой главы Иисус Христос говорит, «Я уже не в мире». Другими словами, физически присутствуя еще в этом мире, Христос говорит, «Я уже не здесь, я уже там, я уже в славе своего Отца, я уже в том месте, которое принадлежит Мне, и хотя Мне нужно еще будет пострадать, хотя Мне нужно пойти будет на крест, я уже не здесь. Я ухожу. Я ухожу». И в этой молитве Христос говорит, что они остаются здесь. Они остаются беззащитные, им нужна Твоя охрана, им нужна Твоя защита, им нужна Твоя помощь. Если бы Я уходил с этой земли и передо Мной стояли Мои дети, у меня была бы возможность у Небесного Отца чего-то попросить для своих детей. Чего бы вы попросили, Илья? Мы просили бы им безбедной жизни, мы просили бы им долгой жизни, успешной жизни, богатой жизни. Иисус просил, «Я не молю у тебя, Отец, чтобы ты со мной их забрал, но чтобы, оставаясь здесь, ты сохранил их от зла». Друзья, дьявол – инициатор греха. Я бы так сказал, что дьявол – это завод по выработке греха. Это генератор греха, это тот, от кого исходит зло. И он преуспел в этом. Человек познал. Через грехопадение человек познал, что такое добро и зло. И потому Бог говорит, он теперь, как один из нас, зная, имея познание, имея представление о добре и о зле. Чистое никогда не родится от нечистого. Об этом говорит нам Писание. И как результат этого грехопадения пришел закон греха и смерти. Пришла эта греховная наклонность, которая присутствует в человеке от рождения. И человек стал заражен этим вирусом греха. Я не искал ни в одном словаре, но я думаю, Господи, что же такое зло? Как попробовать, объяснить, понять, что же такое зло? Друзья, зло – это может быть нечистая мысль или действие, которое направлено по отношению к самому себе или по отношению к кому-либо. Это все, что противно Божьей святости, все, что не соответствует Божьим стандартам. Это грех, это беззаконие, это состояние этого мира, это то, что приносит вред и разрушение. В нескольких фразах можно характеризовать, что же такое зло, среди которого мы живем, потому что этот мир, он лежит во зле, так говорит нам Божье Слово. Стих 15, который мы прочитали, просьба Христа у Отца Своего, чтобы, находясь в этом мире, находясь среди этого зла, ты сохранил их от зла. Братья и сестры, у меня вопрос сегодня, вопрос, все ли должен сделать только Бог? Другими словами, тебе не за чего переживать, потому что я тебя сохраню. И если вы скажете, что есть много мест в Писании, я тебя держу, я тебя поведу, я тебя сохраню, я тебе, другими словами, куча Божьих обетований для человека верующего, которые сокрыты в Божьем Слове. Я хотел бы только одно спросить, Божьи обетования, они обусловлены чем-то или они просто автоматически даются верующим людям? Все ли будет делать Бог или есть вещи, которые зависят от человека, что человек должен со своей стороны нечто предпринимать? Существует ли какая-то защитное средство, которое можно было бы где-то приобрести от греха или от зла? Существует ли оно в этом мире? Пословица говорит старая так, что береженого, что Бог бережет. Скажите, эти вещи, они берутся не изоткуда, эти вещи, которые становятся пословицы, они берутся из реальности жизни. Знаете, человек, который красит в маске, все равно очень часто даже попадает так, что человек получает отравление от этих токсичных веществ. Человек, который одевает костюм и идет, чтобы уничтожать какие-то последствия радиации, и он может быть подвержен, друзья, этой опасности. Даже если вы идете загорать на солнце и пользуетесь защитным кремом, и даже тогда вы можете получить солнечный ожог. Люди, которые ставят мешки, которые с песком, чтобы как-то защитить себя от наводнения, они видят, что даже и эти мешки очень часто не помогают. Нет магазина, нет средств, нет кремов, нет масок, нет костюмов, чтобы защитить себя от зла. Нет таких средств спецзащиты. Тогда вопрос, где же это противоядие? Знаете, однажды в одной из республик бывшего Советского Союза, откуда здесь есть тоже верующие, стал вопрос. Алкоголизм дошел до масштабов государственной трагедии. И вот собрался консилиум на государственном уровне, и очень большие умы присутствовали там, врачи, психологи, бизнесмены, государственные деятели, и у каждого была своя идея. Как же спасти эту ситуацию? Как же прийти к тому, чтобы как-то облегчить это все? И было куча предложений всевозможных. Одни говорили, нужно повысить цену на алкоголь. Другие говорили, нужно дозу уменьшить употребление спиртного. Третьи говорили, нужно меру знать. И все. И много, и много, и много, и вставало, и каждый давал свои предложения. Но не было ни одного, кто бы встал и сказал, нужно перестать пить. Друзья, нечто похожее происходит в жизни верующих людей. Знаете, одно есть прекрасное свидетельство в Писании. Книга Иова, она начинается следующими словами. «Был человек в земле Уц, имя его Иов, и был человек этот непорочен, справедлив и богобоязнен». И последняя фраза, которая стоит здесь. «И удалялся от зла». Друзья, возможно ли это? Удаляться от зла? У Иова не было ни одной строчки Писания на руках. У Иова не было представления Моисея. У Иова не было Божьего закона. У Иова не было Евангелия, он не знал Христа. У Иова ничего не было. Посмотрите, какое свидетельство о нем говорит Бог, что этот человек был непорочен и он удалялся от зла. Глагол «удалялся», что он означает для нас? Это идти или бежать в противоположном направлении от кого-либо или от чего-либо. Идти или бежать в противоположном направлении от, не к, а от. бежать. Посмотрите на поведение Иова. Иов, он удалялся от зла. Несколько текстов Писания я хочу предложить сейчас. 1 Петра 2,11. 1 Петра 2,11. Посмотрите, что говорит здесь апостол Петр. «Возлюбленные, прошу вас, как пришельцев и странников, удаляться от, смотрите, от чего, от плотских похотей, восстающих на душу. Оказывается, есть вещи, которые против нас. Это наша плоть с ее похотями. Она претендует на нас каждый день, как только мы просыпаемся. она желает противного духу, она желает послушания ей, она ведет ко греху, она ведет к погибели. И апостол Петр говорит, «Я прошу вас». Другими словами, Павел однажды говорит, «Умоляю вас, с милосердием Божьим, что делать? Как пришельцев и странников, помня о стране небесной, удаляться, идти в противоположном направлении». Противоположное направление какое? поступайте по духу и не будете исполнять вожделение плоти. Бегите от ее желаний, уходите, удаляйтесь, отстранитесь. Следующий текст Писания, 1 Тимофея 5, 22. 1 Тимофея 5, 22. Посмотрите, что говорит здесь апостол Павел Тимофею. «Храни себя чистым». И в первом, и во втором, и сейчас в четвертом случае я задам вопрос, возможно ли это? Возможно ли удаляться от плотских похотей, восстающих на душу? Возможно ли нам, людям, хранить себя чистым? 1 Фессалоникийцам 5, 22, тоже 5, 22. 1 Фессалоникийцам 5, 22. Посмотрите, что говорит здесь апостол Павел. «Удерживайтесь от всякого рода зла». Возможно ли это? Или это сказки? Или это фантастика? Или это что-то оттуда, нереального, сказочного мира? Возможно ли удерживаться от всякого рода зла? первое послание Иоанна 5 глава. Первое послание Иоанна 5 глава. Посмотрите, 21 текст. «Дети, храните себя от идолов». Мой вопрос, возможно ли то, что предлагает Писание или просит, о чем Бог в Своем Слове для нас, людей простых, возможно ли это? когда-то возможно. Это реально и это возможно. Одно возможно, друзья, при одном условии. При правильном понимании Бога и Его воли. При правильном понимании сущности Бога и все то, что Бог сделал для нас во Христе и правильном понимании Его воли. Что оно нам дает? Правильное понимание Бога и Его воли. Что оно нам дает? Друзья, оно нам дает присутствие Божьего страха в нашей жизни. Человек, который неправильно понимает Бога, он не имеет страха пред этим Богом. Он будет искать зла, он будет делать зло, он будет творить зло, он будет в ногу со злом. Человек, который понимает Бога и понимает, что Бог это святой, отделенный от зла и от греха, он будет искать того, что этому Богу угодно, что сокрыто в Его святой божественной воле. Правильное понимание Бога, оно производит страх Божий в человеке. Книга Притча 16 глава, посмотрите, что делает Божий страх в жизни человека. 16 глава книги Притчи с шестым текстом сказано, что страх Господень, Он отводит от зла. Он дает правильное зрение, чтобы видеть, что зло, и имея благоверение пред Богом, пред Его Словом, страх пред этим Богом и Его Словом, Божья воля говорит, удаляйся от всякого рода зла. Друзья, когда мы предпримем с нашей стороны, это желание, это стремление к этим вещам, вот тогда Божье обетование вступает в силу для нас. 90-й Псалом, откройте, пожалуйста, 90-й Псалом, несколько текстов из этого Псалма. Это Псалом обетований Божьих. Все мы его знаем, и некоторые знают его наизусть. Посмотрите, друзья, с 10 по 13-й текст в этом Псалме. приключится тебе зло, язва не приблизится к жилищу твоему, ибо ангелам своим заповедает о тебе, охранять тебя на всех путях твоих, на руках понесут тебя, да не приткнешься, а камень ногою твоею, на аспидой василишско наступишь, попирать будешь льва и дракона. Когда это будет возможно? Вот Бог сказал, и на этом не точка. Посмотрите, сначала нужно было бы поставить сюда как бы 14-й текст в этом Псалме. За то, что ты возлюбил меня, не приключится тебе зло, и многие другие вещи, о которых мы прочитали. Причина, она сокрыта ниже вот здесь. За то, что ты возлюбил меня, за то, что ты сказал Господу во втором тексте, что ты мое прибежище, и ты моя защита, что ты мой Бог, на которого я уповаю, ни на себя, ни на свои силы, я проиграл сразу. Вот тогда вступает в действие Божье обетование, друзья. Это Божья защита. Оказывается, что можно всячески уберегать себя, или члены своего тела, или состояние твоего от зла. 56-я глава книги пророка Исаии. 56-я глава книги пророка Исаии. Посмотрите, первый и второй текст, так говорит Господь, сохраняйте суд и делайте правду, ибо близко спасение мое и откровение правды моей, блажен муж, который делает это, заметьте, что делает это, который сохраняет суд и делает правду, и сын человеческий, который крепко держится этого, который хранит субботу от осквернения и оберегает руку свою, чтобы не делать никакого зла. Друзья, в продуцировании или формировании или в работе зла, так сказать, в его, вот этой конструкции злой, греховной, участвовать могут любые части нашего, нашего тела, любые члены нашего тела. Здесь этот текст Писания говорит, «Чтоб ты оберегал твою руку, чтобы не сделать никакого зла». Друзья, руки – это инструмент. Руки всего лишь инструмент. Команда этим рукам происходит изнутри, из сердца, от наших помышлений. Все происходит через наш, проходит через наш разум, и руки только делают уже то, что произошло внутри, не так ли? Мы делали часто зло в своей жизни лишь только потому, что это зло уже сделано было там внутри, а руки оказались просто как инструментом. В 33 Псалме, посмотрите, что сказано в 33 Псалме, известный Псалм. Несколько текстов из этого Псалма хочу напомнить, с 12 стиха, 33 Псалм. «Придите, дети, послушайте меня, страху Господню научу вас. Хочет ли человек жить и любит ли долгоденствие, чтобы видеть благо, удерживая язык свой от зла и устасуя от коварных слов, уклоняйся от зла и делай добро, ищи мира, и следуй за ним. Очи Господня обращены на праведников и уши его к воплю их, но лице Господня против делающих зло, чтобы истребить земли, память о них». Одним из моментов богобоязненных угодной жизни, если хочешь долгоденствия и хочешь доброй жизни видеть благо, а удерживай язык от зла. Зла не делай, потому что, друзья, это тоже действие, действие нашего языка, которое производит зло. Притча 4 глава, 26 и 27 текст, посмотрите, что говорит здесь. «Обдумай стезю для ноги твоей, и все пути твои да будут тверды, не уклоняйся ни направо, ни налево». Посмотрите, что говорит Соломон. «Удали ногу твою от зла». Сколько раз, друзья, наши ноги шли туда, где зло? Сколько раз мы не держались прямого пути? Сколько раз мы были соучастниками какого-то зла, и мы шли туда своими ногами. Вот как тот юноша, знаете, помните, здесь в этой же книге притчи, он шел своими ногами, его не вели, его не несли, он сам туда шел своими ногами. Что говорит Писание? «Удали ногу твою». То есть от, от, и очень много, очень много других текстов Писания. Послание к Римфинам Павел говорит, что отделитесь от нечистоты. Вот тогда я буду вашим Богом, тогда я буду вашим отцом, вы будете моим народом, когда, когда вы отделитесь от Велиара, когда от тьмы, отделитесь, когда от идоложертвенного, и все так далее, и так далее, от Чаши Бесовской, когда произойдет это, когда будет происходить это. Помню, когда Корей, Дафан и Наверон, и Наверон восстали против Моисея, и вот стоит кучка этих людей. Что сказал Моисея? Моисей просто сказал, отойдите и не прикасайтесь. Друзья, вот позиция наша по отношению к злу и греху. Бог будет хранить нас тогда, когда мы, смотря на это, будем удаляться от этого зла, остерегаться этого зла, удерживаться от этого зла, и все это будет производить Божий страх в нашем сердце. Тот, кто соприкасается с грехом, он становится нечистым. Об этом мы читаем в послании очень много мест. Потому Агнец, Агнец, который должен быть, был приносим в жертву, он должен был быть чистым, непорочным, вот поэтому и сказано о Христе, что он должен был быть непричастный к чему? К злу. Он не должен был знать, что такое грех. Не прочувствовать, не пропустить его через себя. Один момент, который стал причиной смерти Иисуса, это наши грехи, которые Христос взял на себя. И этот грех пригвоздил его ко Христу, он прошел через него. И это событие было настолько трогательным, что Отец Небесный не смог на это смотреть. Писание говорит, что чисто то, что свято, чисто то, что очищено. А мы очищены через Слово, мы очищены через кровь Иисуса, мы очищены через веру. Что нужно делать? Что нужно делать? А вот здесь Писание говорит, что храни себя чистым. Возможно ли это? Да. Продолжай сохранять то, что Бог дал. Святой? Посмотрите, Он святой. Что говорит Писание дальше? Да, освящается еще. Зачем? Потому что Иисус прекрасно знал, где остаются Его дети. Иисус прекрасно знал, что они в плоти грешной остаются, которая будет толкать на зло. Вот здесь Он просит у Отца, я прошу тебя, чтобы ты сохранил их от зла. Друзья мои, будет ли Бог меня хранить, если я не исполняю Его повелений? Нет, не будет. Мы иногда думаем, друзья, мы иногда думаем неправильно о Боге. Мы читаем этот текст Писания, Бог верен и праведен. Да, Бог верен и праведен. Когда? Знаете, очень часто мы думаем, что я буду грешить, а Он будет меня прощать. Всегда ли будет Бог прощать? Нет, не всегда. Потому что сказано однажды в Писании, что за грехи монастей Бог не захотел, не захотел простить свой народ. Друзья, всегда ли Бог будет прощать меня? Нет, не всегда. Потому что условия прощения это ты должен прощать. И если ты не прощаешь, то и тебе Бог не просит, сколько не молись. Об этом говорит Писание. Всегда ли Бог будет миловать? Нет, не всегда. Я хочу прочитать этот текст Писания, эта книга пророка Иеремии. Посмотрите, это 15 глава, 5 и 6 текст. Ибо кто пожалеет о тебе Иерусалим? И кто окажет сострадание к тебе? И кто зайдет к тебе спросить о твоем благосостоянии? Ты оставил меня, говорит Господь, отступил назад, поэтому я простру на тебя руку мою и погублю тебя. Посмотрите, что Бог говорит здесь. Я устал миловать. Я однажды прочитал для себя этот текст. Думаю, Господи, ты не устал меня миловать? Дорогой мой друг, может быть, Бог тебя устал миловать и прощать? А что Писание говорит? Не молю тебя, чтобы ты взял их из мира, но чтобы сохранил их от зла. Как мы понимаем сегодня благодать Божию? Некоторые понимают ее как повод к распудству, некоторые ее понимают как свободу к угождению плоти, некоторые понимают Божью благодать как прикрытие зла, которое он делает в своей жизни, некоторые воспринимают Божью благодать как вседозволенность, некоторые становятся на молитву, зная наперед, прося прощения у Бога, что встав с молитвы, Он пойдет, будет делать то же самое. На что мы рассчитываем? Как мы понимаем Бога? В кого мы Его превращаем? Мы сейчас идем к молитве. Друзья, можно делать зло себе, можно делать зло другим. Писание призывает не делать ни того, ни другого, а делать добро. Хочу сказать, что с грехом, особенно молодые люди, с грехом, никогда никому не удалось договориться. Вот для этого явился Христос. Для чего? Для уничтожения греха крови своей. Для уничтожения греха. Итак, прощая, Иисус Христос говорит, иди и впредь не греши, избери себе жизнь. Заканчиваю, друзья, мое слово, о чем предупреждает Господь. Он говорит в этом 16 главе Евангелия Теана, последний стих заканчивается следующими словами. В мире будете иметь скорбь, но мужайтесь. Я победил этот мир. Что это значит? А это значит, Бог призывает нас к твердости нашего духа. Что Писание говорит? Что твердого духом ты хранишь. Вот оно. Вот оно, мужество пред Богом. Вот оно стать против этого мира и зла, которое он предлагает нам. Против своей плоти. Вот оно, мужество. И твердого духом ты хранишь в совершенном мире. Что Писание говорит? Что если ты будешь хранить Божье Слово и Божье Откровение, как юноша содержать чисто тебе путь свой, как сказано, хранением себя по твоему Слову. И если ты, послание Филадельфильской Церкви сказано, но так, как ты сохранил это Слово, то и я. Заметьте, это условные отношения с Богом нашим. То и я сохраню. Любящее Бога, в 96-м псалме сказано, ненавидьте зло. Кто любит мир, что дальше сказано, друзья, в том нет любви очей. А это значит удаляться, отделяться, ненавидеть, воздерживаться, свергать, истреблять. Бог никогда не хранит лукавых людей. С кем Он поступает искренно? С мужем искренним. Вот поэтому Бог поможет пусть нам понять одну деталь, которая сокрыта в 57-й главе книги пророка Исаии. Что праведник восхищается от чего? От зла. И никто не прилагает этого к своему сердцу. Друзья, Бог, когда забирает нас с этой земли, Он восхищает нас от зла, который так мешает нам, от которого мы так устали, которое поражает сегодня Божью Церковь. Друзья, молитва Иисуса. Я не прошу тебя, чтобы ты взял их из мира. Пойдите навстречу Христу, и Он выйдет вам навстречу в своих обетованиях и будет хранить вас на путях вашей жизни. Аминь. Давайте мы помолимся. Иисус.